Салют, господа и дамы. Время пол третьего дня и вот уже все, уже мутно, короче. Завтра буду снимать установку с шасси, я ее подготовил вчера, все отрезал, все пластины, продул резаком там листа, потом все болты сдул, которые, ну, резаком было проще, чтобы не мучиться, резьба длинная была, резаком все схерачил. Где-то машинка отпилил болгаркой, ну, короче, по-разному там делал завтра, сегодня воскресенье, завтра задача, она, машина уже стоит на участке, мы отогнали ее вчера вечером. Завтра хочу снять эту платформу и завтра крылья надо сделать, фонари переставить, потому что он во вторник уезжает. То есть завтра день такой, надо будет позаниматься ей четко. Точно? Стремянки я скрутил, одну вообще выкинул, одну оставил, которая держит сам эту раму к раме, и гайки прогнал и закрутил назад, чтобы потом быстро выкрутить, не париться там, короче. И будем пробовать сдергивать. Ну, не совсем, конечно, все там понятно. Там единственное, что не знаю, какая схема будет. Снизу не заглядывал, как там цилиндры выходят, но должны выйти они, по идее, вместе со всем этим делом. Ну, поглядим, потихоньку буду приподнимать, выходить на улицу, смотреть, как там себя все это чувствует. Ну, что, конечно, единственное, что я плохо говорю, снизу не подлез и не посмотрел, что там вообще и как. Ну, логически, она должна быть сама по себе и должна сняться. Шланги, вроде как, к этому, от установки крепятся. Вроде, к раме машины они не задействованы. Ну, это не только, мало ли, там кто-то как-то провода примотал, сейчас порву там все. То есть, надо будет аккуратно, внимательно все это сделать. Но, правда, я в один только, в одного, конечно, это не очень хорошо. Но, я думаю, что сниму без происшествий. И брошу я там снегу, что я с ней делать не буду сейчас. Потому что, ну, что делать? Пока что не на что делать ее. Ну, и второе, что сейчас зима, надо летом делать. Надо там, на участке это делать, чтобы место было. А на вторник, вроде, есть заказ. Сейчас у Вики звонили, соседи мои, у которых же себе, типа, на вторник копать. А что с ихним трактором, интересно? Он говорит, нам 3-4 часа там надо будет. Какую-то траншею там что-то. Я говорю, так 3 500. Он говорит, так не мы платим, заказчик платит. Я говорю, час подачи. Он говорит, да все хорошо. Ну, он сказал, типа, сейчас я перезвоню заказчику, пускай он тебе сам звонит, решает. Потом перезвоню и сам, типа, заказчик сказал, сам решай, сколько надо, и все будет. Поэтому такая вот фигня. Так что во вторник, скорее всего, копать поедем. Надо сегодня тогда клыки сделать. И сделать этот. Бак промыть хочу. Топливный. От воды, от грязи. И, может быть, успею в автомате. В автомате. В коробке поменять масло. Ну, это не точно. Кейс, смотрите. Грейдер кейс. Ехает. Вот, Дилан, с крайнего ряда ебашит сюда. Должен поехать в полу был, блядь. Чепушила, блядь. Должен налево, а он поехал прямо, блядь. Да, с фенодиодной оптики. Крутыш. На ладе. 4 на 4. Блядь, с Нивы стоят, как космолеты, блядь, я не знаю. Такие цифры на Нивы сейчас я вообще просто, блядь. Как будто, я не знаю, что это такое, да я не знаю. Паркетник какой-то. Думаю, сейчас пытаться бак внутри. Там, вон, воды есть. Вот, что, как обычно, лыжная палка, насос. Сейчас 12 вольт включим, посмотрим. Будем потихонечку там все это дело мыть. Я раньше так делал. Если насос сейчас, конечно, будет работать, это может, он уже умер. А эфир знает. Сейчас буду что-то делать. О, моет, все хорошо прям. О, моет, все хорошо прям. Согнул сейчас трубку, чтобы она туда херачила, на бок. Это она не согнутая была, она бока не лива, не омывала. Сейчас я ее согнул. Там градусов 45 сделал. Сейчас должно быть все нормально. Вот, вот так я согнул. Лыжная палка. Ну, наверное, я там нашел. Возле мусорок валяются палки лыжные постоянно. Раньше валяются, что-то не попадается. Она алюминиевая. Согнул и вот так вот там ее крутишь. Насос простой этот. В магазинах продается на 12 вольт. Вот таким образом промыл. Уже второй раз я так бак промываю. В принципе, все нормально должно быть. Сейчас глянем, что там внутри. Ну, по крайней мере, все, что была вода, она вся вытекла. Может быть, в этой части бака есть. Ну, я приподнял трактор, чтобы уровень бака был. Ну, может быть, там в углу что-то скопилось. Не видно так вот сейчас. Есть там что-то, нету там что-то. За поворот бы камеру засунуть. По крайней мере, там все чисто. А было прям вода стояла там. Сколько? Полтора года, наверное. Как я делал это. На бак эту сиську приваривал, да? На видео смотреть. Ну вот, в принципе, что. Нормальный вариант. Результат. Что, хороший? Лично мне это кажется. Хотел бы я, конечно, завести туда топливные трубки, блин. Чтобы поставить сепаратор. Ну, что-то сейчас вот я что-то не знаю. Буду это делать, не буду. Здесь я его хотел поставить. Но как туда, в этот ящик, трубки провести? Непонятно, как это сделать. Понятно, что можно вот тут просто в наглую как-то это здесь вот их вывести. Как-то вот туда и... Как-то можно. Ну, что-то мне не очень это нравится. Можно здесь еще окно выпилить. И трубки вывести здесь. Хотя можно здесь просверлить. И просунуть трубки здесь. Но он, блядь, их может перетереть. От вибрации. Че-то, не знаю. Надо ли оно ящик. Я здесь на стекольный клей приклеил. Пока я... Пока не знаю, че... Че делать. Блин, вот эту дырку заглушку не поставил. Грязь летит. Надо было поставить. Че-то я... Забыл про это дело. А так бы здесь поставить, конечно, фильтр было бы вообще сучетком. Но... Мне так кажется. Надо сюда тряпки повыкидывать. Говно всякое. Ну, фиг знает. Сейчас подумаю. Может, что-нибудь сделаю. Че, пропылесошу кабину. Полтора года не пылесосил. Конечно, тут говна столько. Я уже тут за пылесосил. Тут, блядь, просто... Ну, я выметал немножко. Так-то летом выметал. Ну, воздухом не выдываю, потому что, блин, че-то... Как-то мне воздух там не очень нравится. Короче... Сейчас хочу подпылесосить еще получше. Эту затянуть еще надо. Подзатянуто. Че-то мне ослабло. Болта слабы. Нифига, знаю, че у нас лапы. Нифига себе. Ну, ладно, попробуем. Ну, да, там воды немного. Вот ее сколько. Ну, грязи какой-то. Херва туча. Вот вода. Вот столько в баке было. Это за, по-моему, полтора года. Грязи тоже, да хера. С канистры. Я же с канистры заправляюсь. Да, песка, да хера. Мам, песок. Поймем, вообще песец. Вот так вот. Вот она. Конкретная какая-то. Дрянь. Дрянь конкретная. Вот она. Ржавчина, блядь. Такая хрень такая. Ну, это ладно, это крупная. Представляете, сколько там мелкого песка этого. Просто песец. Надо фильтр ставить. Этот. Сепаратор. Полез в этот фильтр. Ну, отстойник в этот вот. Так вроде чистый. А там смотрю, там с обратной стороны на зонтике висит говна. Просто говнище там до хера было. Вот это все лезет через воды сколько. Ну, это все подняло с бака. Видите, сколько говна такого. Ржавчина, блядь. Песец какой-то. Просто, вон он, слой. Кисель. Кисель какой-то. Так это у меня отстойник стоит еще в баке. Плюс у меня заборник не на сам. У меня заборник. Короче, если у меня в баке где-то 20 литров остается, 15, что-то такое. Короче, у меня все уже. Он не засасывает. Потому что, потому что он у меня уже все не берет. Песком натерло. Вообще песец, нахер. Столько говна. Это же так. Как оно через заборник проходит? Через этот, я им понять не могу. Через Камазовский, который здесь стоит, Камазовский заборник. Через него проходит, блядь. Как, блядь, оно все это может проходить, я вообще понять не могу. Но факт остается фактом. Сейчас посмотрим, что здесь у нас. Блин. Ладно. Кстати, грязные. Ну, посмотрим, есть вода или нет. Пока не вижу воду. Ну, чуть-чуть грязи есть. Но в отстоннике не было. Да, вот такая. Просто какая-то. С грязью течет. Ну, воды не было. На дне. Какая-то черная течет. Ну, так, в принципе, он нормально еще. Воды не было. Ставлю новый фильтр. Этот стоял в Дюна Матрикс. Вот номер. Д-Ф-Ф-Ц-18. Дюна Матрикс. Ну, так он. В принципе, бумага посерела маленько, конечно. Но воды тут не обнаружено. Грязь какая-то есть. Из этого. Из внутряков. Так. Сейчас поставлю... Что я там поставил? Зекерт КФ-5018. Зекерт. Вообще четко поставил. Чтобы прокачивать. Вообще зачет. Так, сейчас на электронасос плюс подам, чтобы прокачать два фильтра. Так, время 10 вечера. Развернул трактор другой стороной. Что, помыл кабину, пропылесосил. Ну, все, полы помыл. Здесь попродувал тоже так сколько мог, попромывал, короче. Стекла почистил эти нижние. Переделал здесь немножечко. Переделал здесь немножечко я шайбочку добавил. Тут добавил. Все-таки даже контргайчику не закрутил ни хрена. Забыл, забыл, забыл контргайчику закрутить. Здесь все проварил. У меня же была типа тестовочная версия. Но этот тест так и затянулся на первую точку времени. Так, там поставил подушку. Вон она. Вот она подушка. Посмотрим, как будет себя вести. Я же прошлый раз приварил там, приварил здесь. А эта железка, она к раме крепится, а не к кабине. У меня оторвало и скрип был. Ну, короче, я его нашел, этот скрип, и сделал все тут. Контрогайчики поставил. И снизу открутилась тоже гайка. Тут, там, левая резьба залезла над руками руками. Кое-как, короче, снизу закрутил. Шайбочки здесь добавил, убавил. Вот, короче. Вроде бы нормально. Так себе относительно, конечно. Такой чуть-чуть есть люфт. Ну, это может здесь в пальце быть, может внизу. Все в совокупе, как бы. Больше всего вот в этом пальце надо поменять. Вроде какие-то есть, но... Не так себе. Здесь вот такой люфтик. Ну, это внизу там, в этом, в распределителе. Здесь тоже есть такой маленький, вот в этом наконечнике есть, конечно, но не большой. Тоже, но поменять сейчас не буду. В принципе, нормально, так себе. То есть, вот такой люфтик. Несколько? Сантиметр, может быть. Короче, ладно. Так, переделал я кнопку. Что я сделал? Я сделал... Какую я сделал? Блин, мазута, что ли? Сюда подключил полный привод включения. Здесь у меня кнопочка дополнительная, самодельная. Я сейчас... У меня там была черепаха подсоединена. Но я что-то ею не пользуюсь. В дебри не езжу ни в какие. И поэтому я решил, что мне черепаха там кнопка не нужна. Вот. А коли мне там черепаха кнопка не нужна, значит, я туда полный привод подключу. А зачем? А за тем, что ты едешь, чтобы тебе не тянуться никуда. То есть, напоминаю, заводская. Вот она. Мне он не интересен вообще. То есть, я здесь не включаю ничего. Здесь... Вот у меня кнопка электрик вывезла сюда. Это кнопка кондей. У меня же кондей стоял на этом тракторе давным-давно. Вот. Вот так у меня полный привод. Видите? То есть, что, вот руку раз. Щелк. И все. Но мне тоже надоело. Поэтому я вот... Кнопочка у меня здесь была дополнительная. Я поставил сюда. Теперь первая. Вот у меня. Вперед, нейтраль, назад. И это у меня теперь кнопка полного привода. Чпокс. Полный привод. Первую набрал. Отпустил. Вторая. Отпустил. Полный привод. Выключился. Все. Потому что, блин, мне надоело. Вроде... Ну, это близко. Ближе, чем здесь. Намного здесь тянуться. Надо к этому выключать. Видите? Рука не достает. Надо вот так тянуться, да? Здесь-то понятно. Вот. Раз пальцем. И все. Близко. Но когда еще здесь она... Я давно это хотел сделать. Все никак не мог сделать. Блин. Руль надо поменять. Он мне просто стертый. Он плоский. Что они с ним делали. Как они вот так спилили этот руль. Я даже вот не знаю, с чем это. Как будто машинкой шлифовали. Болгарка. Ёпта-но. Просто ужаснейший руль. Ужасный. Надо будет в Турции заказать руль. Потому что в России он тогда стоил десятку. А там он стоит 35 долларов. Но это вообще три цены. Ёпта. Вот такие микро-нюансы. Здесь все покрасилось. Вообще вонища краской. Просто пиздец, конечно. Просто воня жуткая. Так. Да, вот есть люфтик. Но это наконечники. Мне считать, что это не важно. Да нет, наверное, больше, чем 2 сантиметра. Где-то 2 сантиметра люфт. Можно сказать, что его нету. Но мне так не нравится все равно. Надо бы потом поменять. Сейчас пока не хочу. Времени нету. Сейчас буду клыками заниматься. Потому что, блин, клыки меня задрали. Во вторник копать, а я без клыков. Не надо заморочиться с клыками. Вообще ресору сломала нахрен. Смотрите, сточило. Вот такие были. Ресоры. Вот такие были. Все, и сгрызла. Ай, блядь. Вот такие они должны быть, клыки. Вот. Это я еще наваривал их, блядь, с этими электродами этими, да. Т-600, Т-590. И то их спилил. А это там чепушило пишет, блядь, что нахуй. В дебилой, сука. А, что за дебилы люди, а. Просто конченый, долбоеб нах. Что-то ресору тут я загнуть умудрился как-то. Как я ее загнул так? Блядь, по трактору хоть не залази, блядь, а. Короче, здесь такой экран сделал, вот. Чтоб сальник кидал и не потратил, а вниз. Тут отверстие было. Там резьба, я прогнал. Десятка. Вот второе отверстие. Вторая десятка. Вот, закрепил такую. А здесь просто подпорочку засунул. Ну, чтоб щель была, чтоб не дребезжала. Не знаю, как будет держаться. Будет дребезжать, не будет дребезжать. Посмотрим. Так-то она здесь не сильно держится. Здесь закручивано нормально на этом болту. Здесь такси пальцем отгибать. Из двойки, по-моему, я сделал. Выгнул пластину. Так. Ну, чё тут, блядь. Двергло все течет. И с этой стороны еще, сука, потекло. Что-то там. Требедняя крышка вообще. Походу. Сейчас щуп дёрнул. Там меньше минимума. Ну, это как бы ладно. Это херня. Надо долить масло. Вот сейчас хочу вот это еще сделать. Вот это вот. Потому что ослабла вот эта скоба. Чашку не зажимает. Где-то зажато. А это нет. Поэтому хочу сейчас. Блядь, шлицевая, смотрите. Наняли. На кардан, блядь, конечно. Сука. Кардан менять. То, и вот, блядь, надо менять было 7 лет назад еще. Когда я выпирался, оторвало. Жалко, что новый кардан оторвал. Чтобы какой-то дебил и поставили его заданно наперед тогда. Конченые утырки. Спиденовский кардан оригинальный. Стоял новый. Ему пизда. Коснилась. Ну, вот, считай. Крестовик. Эта шлицы раздолбала за столько времени, да? Как-то это от КамАЗа труба? От кардана КамАЗа. Пиздец какой-то. Шлицевую раздолбила. Ну, что шлицевую, чего раздолбливает из-за моста? Тут-то все разъебано. Мост летает туда-сюда. Вот так вот. На шлицевой тоже достается из-за этого. Считай, лишние колебания. Лишние колебания, они никому не нужны. Я так понимаю. Что сейчас? У меня здесь сварка. Сточу это дело и откручу. Или здесь сточу, или тут сточу. Пока не знаю, где еще. Сейчас подумаю, а попить чаю. Есть хочу, просто пиздец. Время полвторого ночи. Мне завтра еще мультилифт снимать. И потом, после того, как я сниму, его надо гнать сюда. Его вешать крылья, фонари, бля, короче. На завтра дело тоже. Вообще, это мне некуда будет делать. Насрал здесь, насрал. Вот и полуавтоматом, и электродами, короче. Аж во вторник копать. Вот так вот получилось. Камни все отшлифуют. Буду все четко. Ту выпрямил. Погнута же была. Нагрел резаком. Бля, тяжело гнется она. Нагрел газовым ключом. Раз. Отогнул. Здесь пробежался еще несколько швов. Наложил. Тут, тут, тут. Короче, везде. Так. Какую бы подпорку бы сюда бы мне сотворить. Потому что он до завтра смайнает. А эта подставка у меня родная на участке. Блядь. Что-то вообще сделать, что-нибудь бы. Такую вторую. На разную длину. Та длиннее, а эта покороче была бы. Эту трубу надо пилить вдоль. Вообще так это неохота делать.